В Азии растёт спрос на растительный белок. Поставщики говорят, что возможная связь между мясом диких животных и новым коронавирусом заставляет потребителей, особенно в Гонконге и материковом Китае, пересмотреть свою диету. Несмотря на то, что вегетарианские альтернативы мясу занимают пока лишь крошечную долю рынка по сравнению с настоящими мясными продуктами, они завоёвывают всё больше популярности. Инструктор по фитнесу из Гонконга Майк Ли говорит, что из-за эпидемии люди стали уделять больше внимания своему здоровью. «Ещё год назад, даже если заболевал простудой или гриппом, всё равно выходил с друзьями и вместе с ними ел хот-под. Проблем не было. Но теперь, если немного болит горло и есть небольшой кашель, то люди будут отскакивать от тебя на 10 метров». По состоянию на 2018 год объём китайского рынка вегетарианских продуктов достигал 10 миллиардов долларов. Как ожидается, к 2023 году он увеличится до 12 миллиардов. «Речь о повышении продаж таких продуктов в нашей компании на 77%. Наш онлайн-магазин также хорошо себя показал. Особенно сейчас, когда многие остаются дома и заказывают еду и другие товары с доставкой». Среди самых популярных вегетарианских товаров – заменитель свинины, который называют «омни-порк». Его используют для приготовления пельменей, а также подают с лапшой или рисом. Кроме того, хорошо продаются наггетсы из заменителя курятины и растительное молоко. «Ещё одним заменителем мяса считается сыр тофу, который испокон веков использовали в китайской кухне. Его производят из соевых бобов, благодаря чему он тоже богат белком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова